В этом году в Россию собираются отключать аналоговое телевидение и заменять его полностью на цифровое. Аналоговое вещание уязвимо. От каких-то влияний может портиться видео и звук. Ну а в случае с цифровым телевидением с такими проблемами сталкиваться не придется. Оно безопаснее и качественнее. Аналоговый сигнал можно принимать с помощью простой эфирной антенны. Других явных преимуществ у него, конечно же, нет. Ну и сейчас почти все современные телевизоры создают для работы именно с цифровым сигналом, хотя у них пока еще остается аналоговый разъем. Ну, скоро он будет совсем не нужен. Да, и подробнее об этом мы поговорим с нашим гостем. В студии программы «Наш утро» директор областного радиотелевизионного передающего центра Алексей Ивонин. Доброе утро. Доброе утро. Алексей Леонидович, ну вот расскажите, правда ли мы прощаемся с аналогом? На самом деле сказать о том, что нас ожидает прям одномоментное отключение аналога не приходится. Значит, речь идет о том, что вещателям представляется право принять решение. Продолжать им вещание в аналоге или не продолжать с начала следующего года. Самим телеканалом? Самим телеканалом абсолютно точно. Какого-то управленческого решения со стороны правительства Российской Федерации не планируется совершенно однозначно. Это принял президент, такое решение. Ну вот вы говорите о президенте, о стране. У нас страна большая, кое-где в мелких селах, деревнях, ну просто туда не доходит. Цифра там нет, кабельного канала. Как быть им? Когда быть, если вдруг, допустим, канал решит? Значит, уважаемые коллеги, смотрите ситуацию. Во-первых, по Челябинской области, хотелось бы отдельно отметить, филиалом построена сеть цифрового эфирного вещания, охватывающая 98,86% населения региона. Оставшиеся же 1,14% Да, они действительно, эти жители не попадают, не получают точнее возможности принять эфирную цифру. Но для них остаются доступны другие среды распространения, как, например, телевидение через интернет, либо телевидение через спутниковую сеть распространения, так называемое непосредственно спутниковое вещание. Вот как раз-таки вторую среду, как наиболее приоритетное направление, сейчас и прорабатывают, опять же, на уровне правительства страны. И есть уже определенное решение в этом направлении. Ну, как бы жителям Челябинской области волноваться не о чем. Абсолютно не о чем, да. А вот вы сказали, если сами каналы, допустим, решат, переходить им или нет. И вот у нас министр связи и информационных технологий, он тоже в своем интервью нашему каналу заявил о том, что вот, если, допустим, канал сам захочет, да, то он будет переходить. Но это же все равно какое-то субсидирование, правильно? То есть, если канал сам будет это оплачивать, или как? Значит, на данный момент в Российской Федерации относительно обязательных общедоступных каналов, так называемых каналов первому мультиплекса, значит, действует схема такая, что в городах с населением свыше 100 тысяч человек, значит, телеканалы нам оплачивают услуги по эфирному распространению их сигнала самостоятельно, без каких-либо субсидий. По одной простой причине. Эти города находятся в панели телеизмерителя «Медиаскоп», они являются рекламно интересными, в общем-то, с них, с этих городов, совершенно верно, да, от 100 тысяч человек. Значит, по этим городам помощь телекомпаниям не требуется, государственная поддержка. В городах так называемых «100 минус», это наша аббревиатура, это менее 100 тысяч человек, значит, все телеканалы государственные получают субсидирование в полном объеме, оказывая нами услуги. И с 1 января 2019 года, опять же, на уровне правительства и президента, принято решение, что данная поддержка перестает оказываться этим телеканалом. Именно поэтому у телеканалов дальше появляется и назревает, на самом деле, серьезная необходимость принять решение. Интересно им дальше вещать в аналоге и в цифре. В цифре они будут вещать обязательно, а в аналоге у них есть возможность принять решение, продолжить или отказаться. Хватает ли им рекламных денег? Совершенно верно, да. Но в данном случае уже совершенно точно не может идти речь о том, что им будет тот помогать. То есть они должны свой бюджет рассчитывать самостоятельно и принимать решение тоже самостоятельно. Но подсказывать им и помогать принять решение, естественно, никто не будет. Это абсолютно 100% свое решение. Ну что ж, большое спасибо, Алексей Леонтьевич. Самое главное, что все мы будем смотреть телевизор, по крайней мере, в Челябинской области, с зоной покрытия 98 и... 86,6. Ну практически 99%. На самом деле 39,5 тысяч человек у нас из области не охватываются. Я думаю, вы поработаете. Из 3,6 миллионов. Еще немного поработаете, и все будут охвачены. Большое вам спасибо. Спасибо вам большое. Я напомню, что у нас в гостях был директор областного радиотелевизионного передающего центра Алексей Ивонин.